Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Бойцов Сергей Анатольевич. Я являюсь директором Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины. И из нашего центра мы сегодня введем прямую трансляцию. И по уходу передачи вы сможете задавать вопросы и читать их на сайте нашей трансляции. Ну, а мы будем стараться отвечать на них. Тема, которую сегодня мы будем обсуждать, называется так. Можно ли контролировать прогноз у больных с сердечной недостаточностью и амилогозом? Вы все прекрасно знаете, что у больных с сердечной недостаточностью много. В нашей стране их 8 миллионов человек. Причем с тяжелыми формами сердечной недостаточности порядка 3-3,5 миллиона. Мы научились уже различать и понимать, что большинство больных с сердечной недостаточностью это те, у которых сохраненная систолическая функция. И в основном это пациенты, у которых есть артериальные гипертензии. Но сегодня мы будем говорить тоже о пациентах с диастолической сердечной недостаточностью, то есть сохраненной систолической функцией, но развившейся на фоне амилогоза. И здесь мы попытаемся показать вариации течения данного заболевания. Ну и соответственно разобраться о том, какие сейчас современные методы диагностики, лечения и главное прогнозы у этих пациентов. Ну а сейчас позвольте мне представить участников нашего сегодняшнего клинического разбора. Первым докладчиком будет Ушунина Дарья Вячеславовна, а вторым докладчиком, который представит второй клинический случай, тоже клинический ординатор, кардиолог Павлунина Татьяна Олеговна. Они тоже являются сотрудниками нашего центра профилактической медицины, главным врачом которого является Елена Петровна Мазыгова, кандидат медицинских наук. Кроме того, мы пригласили специалистов из других центров, поскольку мы не можем, скажем так, закрыть все проблемы, которые касаются диагностики и лечения амилогозы. И у нас сегодня принимает участие Ромеев Веленвирович, ведущий научный сотрудник отдела нефрологии, института урона нефрологии Первого Московского университета имени Сеченова. Кроме того, мы пригласили Урнову Евдокию Сергеевну, врача-гематолога и отделения трансплантации костного мозга, гематологического научного центра Минздрава России и Мершины Венсанну. Она заведует отделением томографии, Центра лучевой диагностики и лечебно-депрессионного центра, и одновременно является еще доцентом лучевой диагностики университета имени Ломоносова. Среди сотрудников нашего центра, принимающих участие в разборе, я хотел бы сейчас представить Сергея Николаевича Корецкого, кандидата медицинских наук, старший научный сотрудник отдела клинической кардиологии и молекулярной геметики. Песняков Роман Петрович является научным сотрудником, кандидата медицинских наук того же самого отдела, и Береговская Славна Санна. Она заведует первым пардиологическим отделением, собственно говоря, где эти пациенты находились на лечении, где осуществлялась диагностика. Ну и так, коллеги, напомню, что вы можете задавать вопросы сейчас на сайте трансляции, а сейчас приступаем к представлению первого клинического случая, и я предоставляю слово Душунина Дарья Вячеславовна. Пошу вас. Добрый день, уважаемый Сергей Анатольевич, уважаемые коллеги, вашему вниманию представляется разбор клинического случая пациентки 55 лет. При поступлении пациентка предъявляла жалобы на одышку при минимальной физической нагрузке и в покое, приступы, удущие по ночам, увеличение живота в объеме, отеки нижних конечностей, слабость. Из анамнеза. Считает себя больной с осени 2011 года, когда стала отмечать одышку при физической нагрузке. С 2012 года обращала на себя внимание снижение толерантности к физической нагрузке, усиление одышки. В связи с чем пациентка была госпитализирована в стационар, был выставлен диагноз перенесенного инфаркта миокарда. По данным коронарографии, гемодинамически значимых стенозов появлено в небах. Рекомендовано соответствующее лечение. С декабря 2012 года отмечают появление отеков нижних конечностей. При проведении эхокардиографии выявлены легочные гипертензии. В мае 2013 года на фоне ухудшения самочувствия, усиления одышки и отеков при проведении маскаты легких выявлено небольшое количество жидкости в плевральной полости, умеренная аденопатия внутри плевых и подмышленных лимфатических условий. При МСКТ органов брюшной полости выявлено гепатоспиленомегалия, асцит, уплотнение забрюшенных лимфатических узлов. 7 июня 2013 года выполнено МРТ сердца, МРКартина соответствует рестриктивной кардиомиопатии. Адекватно регулярной диуретической терапии пациентка не получала. Назначение диуретиков в таблетированной форме без существенного эффекта. В связи с чем на амбулаторном этапе начато внутривенное ведение диуретической терапии, которая проводилась нерегулярно. При отмене усиливалась одышка, что и послужило причиной госпитализации. Из анонеза жизни пациентка социально адаптирована и зрелых привычек длительный стаж курения. Семейный анонез по сердечной недостаточности не отягощен. При осмотре обращал на себя внимание застойные явления по малым и большим кругам кровообращения. Видя одышки в покое, приступы в душе по ночам, наличие асцита, массивных отеков в голени и стопах, увеличение размеров печени. При проведении теста 6-минутной ходьбы за 6 минут пройдено 250 метров, что соответствует третьему функциональному классу сердечной недостаточности. В общем анализе крови обращают на себя внимание небольшое снижение гемоглобина до 116 грамм на литр и высокий уровень соя. Остальные показатели в норме. В биохимическом анализе крови отмечается выраженное повышение общего белка, повышение общего и связанного билирубина, гамма-ДТ, щелочная фосфатаза, скорость клубочковой фильтрации в норме. В колгулограмме некоторое повышение протрамбинового и трамбинового времени на фоне снижения фибринолитической активности. По данным липидограммы выявлены признаки дислипидемин насчет снижения липпротеинов высокой плотности. Уровень липпротеина малый в норме. Также стоит отметить значительное повышение натриуретического пептида и цирреактивного белка. С целью исключения системных заболеваний как причину кардиопатии проводились анализы крови на волчоночный антикоргулянт, антитела ДНК, антитела кардиолепином и беденбаб ликопротеином, которые оказались в норме. В общем анализе мочи без отклонений. На ЭКГ обращает на себя внимание низкий вольтаж и отсутствие нарастания зубца ЭРФ в грудных отведениях. По данным ЭКГ выявлено расширение левого предсердия, признаки концентрической гипертрофии миокарда, признаки легочной гипертензии, повышение хогенности миокарда, признаки нарушения диастолической функции миокарда по рестриктивному типу. Также были проведены генографии органов грудной клетки, по результатам которой выявлены признаки правостороннего гидроторакса. По данным УЗИ брошенной полости определяется гепатиспленами галии и асцит. Учитывая клиническую картину, анамнез, полученные данные обследования рассматривали следующие концепции диагноза. Гипертрофическая кардиомиопатия, болезнь накопления милоидоз, рестриктивная кардиомиопатия. С целью диагностики проводились следующие обследования. МРТ сердца, по данным которого выявлена дилетация левого предсердия до 50 мм, умеренная концентрическая гипертрофия миокарда, систолическая функция миокарда не снижена. Также отмечалось умеренное количество жидкости в полости перикарда и правой плевральной полости. После внутривенного введения контрастного отмечалось диффузное неоднородное термуральное накопление в виде полукольца в передней, боковой и нижней стенке миокарда левого желудочка. Также была выполнена биорсия стенки прямой кишки и слизистой оболочки десны. В биорсии стенки прямой кишки выявлены крупные депозиты в стенках сосудов красно-коричневого цвета. После обработки пермаганатом калий и клонгокрасным окрашивание депозитов сохраняется, что свидетельствует о наличии амилоидоза. В дальнейшем проводился поиск причин амилоидоза. С этой целью были проведены следующие обследования иммунохимическое исследование белков в сыворотке крови. Появлена моноклонольная секреция парапротеина глобулина лямбда, который составил 26 грамм на литр. Обращаем на себя внимание также повышение уровня иммуноглобулина G и снижение уровня иммуноглобулина А и М, что свидетельствует о наличии вторичного иммунодефицита. В моче определяется секреция белка Бен-Джонса типа лямбда. Напомню, это белок, состоящий из моноклональных легких цепей иммуноглобулинов, секретирующихся плазматическими клетками. Также проводилась тернальная оппинция, по данным которой на фоне нормального гемопоэза имеются очаговые скопления мононорфных клеток с широкой слабо-газофильной цитоплазмой округлыми ядрами. Под результатом биолограммы увеличено число плазматических клеток, гранул, число мега-кариоцитов. Проводилась остеостенсография, по данным которой отчетливо визуализируется включение перофосфатов в костные структуры. Обращает на себя внимание единичный очаг гиперфиксации индикатора в области крестцово-подвздошного сочленения слева. В связи с выявленными признаками амилой дозы и подозрением на миеломную болезнь пациентка консультирована гематологом. Совместно выставлен следующий диагноз. Множественные вторичный иммунодефицит амилой доз сердца диастолическая дисфункция миокарда по деструктивному типу хроническая сердечная недостаточность 2b стадии 3-4 функциональный класс по нью-йоркской классификации легочная гипертензия приступы сердечной астмы гидроторекс асцит кардиальный фиброз печени оживление второй степени экзогены конституциональные за время госпитализации проводилась многокомпонентная диуретическая терапия петлевыми диуретиками локаторами адестерона диокарбом что позволило уменьшить отечный синдром и начать специфическую терапию основного заболевания которое проводилось в гематологическом отделении городской клинической больницы имени Боткина и в период с августа по октябрь было проведено 3 курса химиотерапии противоокухолевыми и алкилирующими препаратами белкиидом и алкираном в сочетании с глюкокортикостероидами преднизолоном с последующим контролем иммунохимического анализа белков сыворотки крови и мочи по результатам которых отмечается положительная динамика значительное уменьшение моноклональной секреции парапротеина до 4-4 грамм на литр и секреция белка Бен Джонса уменьшилась до следового количества учитывая положительную динамику хорошую переносимость терапии было решено продолжить терапию химиопрепаратами с модифицированием схемы и в период с ноября до начала января 2014 года проведено три курса химиотерапии белкейдом сочетания с глюкокортикоидами также с последующим контролем иммунохимического анализа белков сыворотки крона по результатам которого продолжила отмечаться положительная динамика уровень секреции парапротеина глобулина лямбле снизился до следового количества белок бен-джонса в моче выявлен небо также отмечалась положительная динамика в глинической картине пациентка отметила значительное улучшение самочувствия уменьшение одышки повышение толерантности к физическим нагрузкам при осмотре отсутствия застойных явлений регресс отеков и остипа в тесте 6-минутной ходьбы пациентка прошла 430 метров что соответствовало первому функциональных клад сердечно-недостаточности а снижение функционального класса сердечно-недостаточности также сопровождалось снижением уровня натриоретического пептида по данным эхокардиографии отмечается уменьшение легочной гипертенции небольшое увеличение фракции выброса сохраняется повышенная их агенность миокарда проводила также контроль мертвое сердце сохраняется дилетация левого предсердия в прежнем виде умеренная концентрическая гипотерапии миокарда. Систолическая функция миокарда не снижена. После внутриденного введения до долиния сохраняется его диффузное неоднородное термуральное накопление. Свободной жидкости в плевральных полостях нет. После курса проведенного химиотерапевтического лечения потребность диуретической терапии значительно снижена. В настоящее время пациентка принимает триамбур и диубер. Ну и все. Спасибо, Дарья Ильич Славовна. Итак, видите, коллеги, в общем-то, это такая достаточно успешная история. Удалось уменьшить проявление и сердечной недостаточности, и основного заболевания, на фоне которого, по нашим предположениям, и, собственно говоря, развилась эта сердечная недостаточность. Я имею в виду мейломные болезни. Какие все-таки вопросы есть, коллеги? Я хотела задать один короткий вопрос докладчику. Спиной к вам. Пациентка достаточно долгое время наблюдалась, наверное, в каких-то других учреждениях. Были ли подозрения на увеличение белка либо в крови, либо в анализах мочи при предыдущих наблюдениях в других клиниках, может быть, еще где-то? Спасибо. На вопрос. Да, отмечались те, которые о повышении белка, но на это просто не акцентировали особо внимательно. Спасибо. Берем Юрьевич, вы хотели спросить? У меня вот вопрос или, может быть, даже комментарий. Вот осып такой выраженный. Нам не удалось исследовать кровоток у портальной вени. Вот такой выраженный холестаз, он, конечно, типичен для амиллитоза, и снижение программного времени, то есть элемента печеночной недостаточности, позволяет предполагать синдром Бандекиали, может быть, в рамках портальной гипертензии, в рамках сердечной недостаточности. Вот такое ощущение было или нет? Потому что с точки зрения амиллитозы это важный прогностический признак. Положение-то было, насколько я понял, оно не доказано. Поэтому, в общем, здесь надо еще немножко поработать, иметь это в виду. И я, Светлан, сам хочу спросить, это заведующее отделение. А вот у пациентки поначалу это сердечное недостаточное страктовалось как следствие принесенной инфарктной миокарды. Было ли, с Вашей точки зрения, достаточно оснований, так полагать? После обследования, которое было проведено в отделении, этот диагноз был снят. Потому что сначала действительно входящий диагноз был и много лет пациентка наблюдалась именно с такой позиции. Но, вероятно, у врачей, которые ее наблюдали, раньше были какие-то основания. Но мы после обследования... У нашей пациентки, помните, хорошо было показано нормальные размеры левого желудочка, нормальная фракция и увеличенные размеры левого предсердия. Ну, ладно, больше у нас, к сожалению, нет времени на вопросы. Дальше полагаются там какие-то нюансы, скажем, кому-то остались неясные. Они проявятся в процессе дальнейшей презентации. А сейчас я хочу предоставить слово врачу-кардиологу первого кардиологического отделения Татьяне Олеговне Павлониной, которая предоставит в другой случай. Во многом роде мы схожи, но, к сожалению, там у нас не получились такие замечательные результаты. Пожалуйста, пожалуйста. Уважаемый Сергей Анатольевич, уважаемые коллеги, в вашем внимании представляется разбор клинического случая пациента 66-ти лет, который поступил с жалобами на одышку при небольшой физической нагрузке, хобби до 100 метров, отеки нижних конечностей, общую слабость, снижение полератности физической нагрузки. Из анамнеза известно, что в 2011 году пациент стал отмечать одышку при физической нагрузке, повышение уровня артериального давления до 160 на 90. В 2013 году стал отмечать снижение полератности к физической нагрузке, а дышка сохранялась. В январе 2013 года отметил впервые появление отеков нижних конечностей и проведение эрокардиографии была выведена легочная гиперфензия, сохраненная оправка цель гиперса и толщение стенок и желудочного. В связи с явлением сердечного недостаточного соединениями на электрокардиографии в виде отсутствия нарастания зуцая проводилась коронарография стоматического поражения коронарных артерий выявлено не было. С этого же времени пациент стал отмечать тенденцию гипотонии. В январе 2013 года в связи с усилением отышки, отеками, повышением температуры тела, кашлям, сосредоемокроты проводилась мускатая легкая. Были выявлены признаки кардиоумикалии, легочной гипертензии двустороннего гидротормуса. Проводилась терапия. В апреле, июле, сентябре 2013 года неоднократная повторная госпитализация по поводу усиления одышки, массивных отеков, общей слабости. Выставлялся диагноз хронической сердечной недостаточности, проводилась активная внутривенная мочегонная терапия с временным эффектом. Назначение дюротиков депутированной формы без существенного эффекта. В октябре 2013 года при проведении эхокардиографии впервые описаны нарушения диастолической функции эхокарда по респективному типу. Пациент с явлением сердечной недостаточности поступил в стационар. Из анамнеза жизни пациент социально адаптирован, медлительный стаж курения, с 2010 года пациент не будет. Семейная анамнеза по сердечной недостаточности не отягощена. При поступлении в стационар обращает на себя внимание застойное явление по малому и большому кругу кровообращения в виде одышки при малых нагрузках, сихание не проводится ниже середины лопаток с обеих сторон. Массивные отеки голени и стом, увеличение размеров печени. При проведении теста 6-минутной ходьбой за 6 минут пациент прошел 280 метров, что соответствует третьему функциональному классу сердечной недостаточности. В общем анализе крови обращает на себя внимание небольшое повышение умной соль от этих нас. В мехимическом анализе крови отмечается небольшое понижение общего белка, повышение уровня креатинина, снижение скорости клубочковой фильтрации. Огулограмме показатели в пределах 0. По данному липидограмму выявлены признаки дислипидемии, зачет снижения липопротеинов высокой плотности, повышение уровня липопротеинов низкой плотности. Также отмечено значительное повышение уровня натриумеритического аппетита. С целью исключения системных заболеваний как причину кардиопатии проводились анализы крови на молчаночные антинуглярные антитела антистрепторизин Ом ремотоидный фактор, которые оказались отрицательными уровня цирреактивного белка также в норме. В общем, она не смочит без отклонения от дома. На электрокардиограмме отмечается низкий вольтаж зубцов ПРС и отсутствие нарастания зубца Р в грудных отведениях. По данному эхокардиографии выявлено расширение полости левого предсеркции признаки гипертрофической концентрической гипертрофии миокарда признаки легочной гипертензии повышения эхогенности миокарда признаки нарушения диастолической функции миокарда по реструктивному типу. Подаром рентгенографии органов грудной клетки в плитальных полостях с обеих сторон свободная жидкость до уровня пятого нежребелья. По утру звуковому исследованию лагонопрюшной полости признаки гепатометоколита. С целью проведения дифференциального диагноза проводились следующие обследования. МРТ сердца по результатам которой конфигурация сердца по реструктивному типу, увеличенный размер левого и правого предсердия, велодация полости левого желудочка, снижение систолической функции левого желудочка, гидроперегат, гидроторокс, концентрическая гипертрофия левого желудочка, масса миокарда неувеличена, а также циркулярная зона контрастирования вне желудочковой перегородки, передней боковой стенки и популярных мышцах левого желудочка. Картина наиболее вероятно соответствует амилой дозу сердца. Также выполнялась биопсия стенки прямой кишки и слизистой оболочки шестны. В биоптазии стенки прямой кишки выявлены крупные депозиты в стенках сосудов. После обработки препаратов прямоганатом калия, а также полгокрасным окрашивание депозитов сохраняется, что свидетельствует о наличии АЛ-амигоида. В дальнейшем проводился поиск причин амилой дозы. С этой целью были проведены следующие обследования. Иммунохимическое исследование левого в сыворотке крови. Патологических градиентов выявлено не было. Вторичное гифо-гамма-глуми ими. Повышение уровня ВТ-2 глобулина в сыворотке, что говорит о неблагопилятном прогнозе, а также выявлено повышение умолокных легких цепей иммуноглобулина. В моче выявлен белок Бен-Жонса лямбодипа, следовое количество и выявлено клубочковое протеину ЛИ. Также проводилась тернальная гурция, однако скудный объем материала не позволил достоверно оценить состояние гемопоеза. На основании полученных данных пациенту был выставлен диагноз первичный ай-эмилой донсилта, диастолическая дисфункция миокарда по респективному типу, хроническая сердечная недостаточность в 2-й стадии, функциональный класс 3-й униоржской классификации, двусторонний гидроторокс, гипотоническая болезнь 3-й стадии степени 1 риск 3, дислепидемия, начальный атеросклероз в расчете плановых артерий. Во время гастатализации проводилась многокомпонентная теоретическая терапия, степени медикритиками и блокаторами альгостерона, диакарпом, что позволило уменьшить отечный синдром и начать специфическую терапию основного заболевания то есть первичного альгостероза сердца, которая проводилась в клинике мифологии внутренних профессиональных болезней имени Тарина. В период с января по марту было проведено 3 кости химиотерапии с элкейдом и алкераном в сочетании с глюкопортикостероидом. В последующем контролем иммунохимического анализа глюкопортикостероидом в крови, по результатам которых сохраняется продукция легких цепей иммуноглублений. Учитывая ухудшение общего состояния на фоне проводимой терапии, усиление отышки, нарастание отечного синдрома, пациент в ночь был госпитализирован в стационаре, с жалобами на отышку при ходьбе до 50 метров, отеки нижней конечности, периодически возникающие от ног. При физикальном осмотре дыхание не проводится нижесередину лопаток, массивные отеки нижней конечности, гипотомия, 6-минутный хайпуль не проводился по тяжести состояния. В анализах крови в динамике отмечается значительное повышение уровня натриоритического аппетита. По данным эхокардиографии, в сравнении с предыдущим исследованием отмечается снижение фракции выпроса, повышение уровня давления в лёгочной артерии, сохраняется повышенная эхогенность миокарда. По данным рентгенографии лёгких выделен двусторонний гидраторекс. Проводилась многокомпонентная диуретическая терапия педливыми диуретиками, антогонистами кальция, диокартом по схеме, гипотиодитом на фоне инфузии допамина в почечной дозе. На фоне проводимой терапии в клиническом состоянии отмечена положительная динамика улучшения от лишних упирования отечного синдрома. По данным контроля эхокардиографии отмечено повышение уровня фракции выброса. По данным рентгенографии также отмечена положительная динамика в виде снижения уровня жидкости до 7-го межребия с обеих сторон. Пациенту подобраны терапия в просимидом 80 мг в сутки, эспироном в актоном 200 мг в сутки, диокартом по схеме и гипотиозидом пролечивая по поводу основного заболевания. Спасибо, Татьяна Олеговна. У меня есть вопросы, но вначале я хочу спросить участников нашего клинического разбора, кто хотел бы уточнить, что ли. Я хотела бы попросить уточнить еще раз нам, отмечались ли у пациента признаки генерализации процесса амилоидного, симптомы поражения других органов были или нет при нашей госпитализациях. У данного пациента клинические проявления поражения других органов не отмечались. Спасибо. Клиническая картина нет. У меня еще небольшое дополнение. Вчера буквально с утра пациента позвонила, вот последний уровень легких цепей мы будем в 194. Три курса проведены. Слабая, конечно, медленная динамика, но она есть. Какая-то надежда еще есть у нас. Но исходно по поражению сердца, конечно, очень тяжелая ситуация. Но ожидаемой продолжительности жизни пациент уже прожитает. Он не стал принципиально хуже. Это тоже надо рассмотреть как факт. То есть сердечная недостаточность, она была тяжелая изначально, и когда он вступал к вам, его это было сразу после курса, там еще элемент эффектов дексаметазона с задержкой жидкостью. Но во всяком случае пациент живет, как-то надежда все-таки еще... О прогнозе мы еще поговорим, потому что здесь, конечно, надо понять, почему такие различия в клинической картине. Я сейчас на вас все-таки хочу спросить, вот уже с точки зрения может быть даже эпидологии постановки диагноза, хотя здесь и сущностная часть вопроса, значит, пациент все время трактовался как пациент с гипертонической болезнью. И даже сейчас в диагнозе мы видим гипертоническая болезнь первая, третья стадия степень 1, а у пациента уровень ретриального давления ни разу не был выше 100 мм с историческим работным столбам. Так все-таки сейчас есть гипертоническая болезнь или нет у нашего пациента? Сейчас гипертонической болезни нет, хотя в принципе не были эпизоды повышения давления и врачи по всей видимости пошли, но по сопротивлению самого малого к становке диагноза, потому что им за такие толстые стенки мы всегда думаем, что возможно у человека был период в жизни, когда давление было очень высоким, просто это прошло незамеченным, как бывает иногда у мужчин. Она была перифицирована гипертоническая болезнь? У нас нет доказательств. Нет доказательств. Тогда есть ли у нас доказательства основания это писать в структуру диагноза? Я понимаю, когда есть вот так называемая обезглавленная гипертония у пациента, перенесшего инфаркт миокарда, и гипертоническая болезнь никуда не уходит, она есть, потому что есть ремоделированные сосуды, есть соответствующие нарушения микросиркуляции, поражения органов мишеней, в данном случае в том самом деле. Но мы подумаем на коррекцию диагноза, наверное, мы действительно берем, это будет правильно, это из диагноза вообще. Но это, собственно говоря, да, ориентировка на прогнозы, ориентировка на способы подхода к терапии, и Татьяна Олеговна, вас все-таки спрашивают, вы упомянули, когда излагали информацию по анамнезу, что у пациента была диагностирована кардиомегалия. Вы оговорились или действительно была кардиомегалия? Потому что потом мы говорили о нормальных размерах левого желудочка, увеличенной массой миокарда и увеличенных размеров предсердия. А были увеличенные размеры предсердия левого и прогноза. То есть адриомегалия была. Не кардиомегалия, а адриомегалия. Хорошо. У нас еще вопрос из Сата. Да, пожалуйста. У меня есть приветственное слово Валентина. Я смею предполагать, что это профессор Синицын, который говорит, что это очень интересная тема и ждет вот этого разбора. Денис задает нам вопрос. Добрый день, спасибо за отличный доклад. Подскажите, пожалуйста, для лабораторной оценки степени тяжести ХСН использовался исследование уровня БИМП или ПРО-БИМП? БИМП. Я думаю, что Денис получил ответ на вопрос. И Юлия спрашивает, Добрый день, почему в 2011 году поставлен только диагноз и пиротонической болезни, при этом основные жалобы были на обвышку. Это касается разбора первого клинического случая. Вопрос пришел во время доклада второго, поэтому это по поводу первого клинического случая женщины. Ну, вот я как раз прокомментирую. Это очень важный вопрос. Спасибо вам за очень точную формулировку проблемы. Действительно, диагноз и пиротоническая болезнь, а впереди то мы уже видим проявление сердечной недостаточности. Причем ее проявления в выражении неадекватны, ну, скажем так, степени самой артериальной гипертензии. И вот здесь надо, конечно, задуматься над проблемой. И вот сейчас прошу Романа Петровича, прежде чем предоставить слово специалистам по проблемам и лоидоза, ну, рассказать, а почему все-таки задумались о том, что данного пациента и данной пациентки есть нетипичное лечение сердечной недостаточности, диастонического варианта, а скорее всего там есть какие-то другие причины, например, амилоидоз. Ну да, если говорить о пациентах с амилоидозом и со сердечной недостаточностью, здесь в первую очередь и на первый план выходит несоответствие тяжести клиники состояния сердечной, проявления сердечной недостаточности и поражение изменений на эхо-хардиографии. Да, мы видим, что есть и диастолическая функция, но при этом достаточно выраженный отечный синдром, одышка, резкое снижение толерации физической нагрузки и вот это несоответствие тяжести состояния и изменения по эхо-хардиографии является одним из таких вот типичных симптомов амилоидозы при сердечной недостаточности. Если говорить о других проявлениях, то в первую очередь хотелось бы отметить рефракторность этих пациентов к проводимой диуретической терапии. Необходим подбор нескольких групп диуретиков, комбинация, иногда даже применение натропной поддержки. Вот эта рефракторность конечно является одним из симптомов у пациентов с речной недостаточности и амилоидоза. Если говорить о каких-то функциональных метрах исследования, то здесь стоит обратить внимание на снижение амплитуды зубца Р на ЭКГ, на наличие псевдоинфарктных изменений, а также часто мы видим нарушение выпроводимости и нарушение ритма сердца у данных пациентов. При эхокардиографии отмечается нарушение гиастолической функции по рестриктивному варианту. Что-то очень часто бывает. Да. Увеличение именно предсердий при нормальном объеме левого желудочка и нормальной сократительной способности. Это в начале болезни. А также утолщение миокарда и выявление таких структур миокарда. Я думаю, что это первый признак, на который обращают внимание врачи-терапевты, когда видят необычный миокард. с влечением. То есть это инфекративная кардомиопатия по-своему. Да. Я думаю, что в первую очередь на это обращают внимание врачи, а не на клиническое течение, не на характерность и на несоответствие степени тяжести и достаточности. Это приходит в голову уже потом. Да, потом. Если говорить об лабораторных методах исследования, то у пациентов с амилоидозом обращают внимание на себя повышение протеинурии. то здесь повышение белка в анализах крови. В отличие от просто амилоидоза, там наоборот снижение белка. И выявление Бенжонса в моче. Это тоже такой типичный признак характерный для амилоидоза. Да, и вот я еще раз хочу обратить внимание на аудитории. Отсутствие нарастания зубца Р, в грудных отведениях, это в частности послужило вероятной причиной постановки диагноза перенесенной инфаркт-миокарда нашей пациентки. Спасибо, Роман Петрович. В общем, действительно, это тот набор признаков, мимо которого вроде бы протита трудная, но в жизни всякое бывает. Ну и для того, чтобы в общем действительно проблему погрузиться поглубже, давайте попросим наших специалистов. И, наверное, в первую очередь я попрошу вас, Вероний Ильич, представить современное представление о классификации диагностики и принципах лечения. Спасибо большое. блог уважаемых Сергея Анатольевич и коллеги. Вот амилоидоз это на сегодняшний день это группа заболеваний, главным общим итогом которых является формирование в тканях, в межуточной ткани фибрил, специфичных фибрил нерастворимых гликопротеидомилов. Вот специфичность амилоидной фибрилы заключается в способности к двойному лучепреломлению и еще к дихроизму. Это отличительное свойство от коллагена. И поэтому в диагностике амилоидоза очень важна морфологическая диагностика с выявлением этого свойства. Поэтому недостаточно только покрасить препараты кондокрасным, надо провести микроскопию в поляризованном свете, что у этих пациенток было сделано так же и было доказано наличие амилоидоза. Это обязательный критерий, который часто не выполняется в неспециализированных морфологических лабораториях и ложная диагностика амилоидоза возникает. Надо сказать, что все многообразие формы амилоидоза обусловлено многообразием белков-предшественников, которые формируют амилоидную фибрилу в силу того, что они нестабильны, физико-химические свойства нестабильны, и они выпадают в осады в тканях. Таких белков довольно много, порядка 30 обнаружено с учетом экспериментальных моделей амилоидоза, но наиболее частые представлены здесь, на слайде, это иммуноглубулиновый АЛ-амилоидоз, не только белок Бенжонса, тяжелые цепи тоже могут формировать, поэтому еще реже встречается ААШ-амилоидоз, АА-амилоидоз, и вот каждая форма амилоидоза обозначается аббревиатурой, обозначающей тот белок шестный, который формирует фибрилу. Но для кардиологов очень важно отметить транстеретиновый амилоидоз, и часто после 80 лет у каждого человека есть амилоидный депозит, обусловленный натерапевтический фактор, но клинического значения большого эта форма не имеет, разве что из лекарит менее опасна. Реально в многопрофильном терапевтическом стационаре встретится вот с этими тремя формами АА-амилоидоз, АЛ-амилоидоз, АТТР-амилоидоз. Причем обратите внимание на динамику. Классические описания амилоидоза связаны с описанием амилоидоза при туберкулезе, хронических нагноениях. Вот эта форма составляет половину случаев на сегодняшний день амилоидоза. Это связано в первую очередь с успехами диагностики. А конкурирует с ней первичная АЛ-амилоидоз и АЛ-амилоидоз в рамках неломной болезни. Это большая терапевтическая проблема. Нередкость в наших условиях, в условиях России транспиритинов амилоидоз, его, конечно, 2%, не так много, но он тоже у нас встречается. Не так, как мы привыкли к классическим описаниям португальский, датский, японский. Есть и у нас эта форма амилоидоза. АЛ-амилоидоз связан с депозицией легких цепей иммуноглогулинов, моноклональных легких цепей иммуноглогулинов. Следовательно, он вызвал наличие в костном мозге клона, патологического клона пазматических клеток, и в этом отношении он ближайший родственник множественной миеломы. Другое дело, что уровень пазмацитоза не достигает критериев типичных для множественной миеломы, хотя, на первый взгляд, возникает ощущение, что это сугубо количественная разница. Но данные иммунофенитепических исследований и данных цитогенетики указывают, что клетки пазматические, которые уже привели к амилоидозу, но не привели к миеломе, они отличаются по своим операциям хромосонам и не обязательно должны стать множественными миеломами. Это и клиническая практика показывает. Таким образом, аэромилоидоз больше относится моноклональной гаммопатии, ну, чаще принято называть неясным значением, если исходить ее риск формирования трансформации в миеломы. Но не всегда это происходит. Если легкие цепи, которые синтезируются в рамках моноклональной гаммопатии, являются нестабильными, они могут привести к амилоидозу. И вот здесь возникает проблема метода диагностики. Традиционные схемы иммунохимического исследования, включающие электрофорез, иммунофиксацию, они не обладают должной чувствительностью, если мы говорим о моноклональной гаммопатии и амилоидозе. Они нацелены на диагностику миеломы. И предел чувствительности их 500 мг в литре. В то время как нормальные продукции, современные методы это показали, соответствуют 26 мг в литре. Вот большинство случаев моноклональной гаммопатии, большинство случаев аэлемилой дозы оказываются вот в этой слепой зоне. И для диагностики аэлемилой дозы надо использовать определение количества, определение свободных легких цепей моноглобулинов. Это была большая проблема Наталья Евгеньевна Андреева, известный гематолог, по проблемам и дозы, что я большую часть своей жизни посвятил поиску этого метода. И мне не удалось. Это была большая проблема и юристика, что в конце 90-х годов этот метод был создан. И теперь вот мы, имея его, мы поняли вообще объем проблемы моноклональной гаммопатии. Вот у наших больных среднее содержание легких цепей при аэлемой дозе составляло 152, 258 в зависимости от типа легких цепей миллиграмм в литре. В лучшем случае иммунофиксация определится следовое количество этого белка. И в любом случае мы не имеем возможности мониторировать течение этой болезни, потому что мы не знаем количество этого белка в крови. А это очень важный прогностический признак. Вот пациент, у которого исходно был небольшой уровень легких цепей и проявлялась болезнь стойко-нефротическим синдромом. Затем мы зарегистрировали десятикратное повышение уровня легких цепей и в течение двух-трех недель начались рецидивирующие тромбозы. Тромбоз нижней половой вены, двукратная тромбоэболия легочной артерии, тромбоз межнатериальных артерий. Вы видите на аутопсии почти тотальный некроз толстого кишечника. Вот если нашим больным удавалось добиться снижения легких цепей иммуногуглинов до трех нот и ниже получилось шесть раз. Это очень важный фактор патогенеза. Хотя не только это, важно само качество этой легкой цепи. И вот, допустим, если лямбда-6 изотип легких цепей синтезируется, то это высоко милоидогенные цепи, даже инвитро образуют фибриллярные структуры. Другие механизмы, это многофакторный процесс. Сам белок предшественник поступает в ткань, еще не обладает той интенсивностью амилоидогенеза. Нужно участие макрофагов, после которого происходит потенциирование за счет синтеза амилоидоускоряющей субстанции. Но, если будут дополнительные вопросы, мы этот вопрос обсудим. Фактор возраста очень большой с биологической точки зрения вопроса и важный клинический фактор. И так далее. Многофакторный процесс основной значение имеет белок предшественник, его концентрация, и поэтому основные принципы лечения на сегодняшний день амилоидоза направлены на удаление и элиминации вот этого амилоидогенного белка из крови. Клиническая картина на примере АА и АЛ показывает, что АЛ-амилодоз это самая генерализованная форма амилодоза, наиболее тяжелая. И почки поражаются всегда при нем, но тяжесть определяется в первую очередь поражением сердца и поражением нервной системы. Вот амилоидная кардиопатия и ортостатическая гипотензия. Амилоид откладывается в межмышечных слоях, нередко это поля очень обширные амилоиды, поэтому формируются такие псевдоинфарктные изменения, кузукцы формируются на ЭТГ. Но самое тяжелое изменение связано с тем, что резко ухудшаются механические свойства миокарда, снижается растяжимость. Вот, пожалуйста, пациент, у которого с помощью тканевой доптерометрии метод изучения движения самого миокарда показывает, что отсутствует вот первый график, первая картинка диастолу двухфазная и абсолютный содержание объема движения миокарда резко снижен на порядок по сравнению с нормой. Нет, по сути дела, диастолической функции в левом желудочке. Очень важным критерием насколько тяжело поражается миокард является пробелок мозгового натриолитического фактора. Дальше мы будем обсуждать критерии сертификации риска. Вот они на сегодняшний день модифицированы за счет добавления вот этого белка как важного критерия прогноза. Его надо смотреть. Обращая внимание, пробелок, но не мозговой натриолитический фактор. По второму центру мы все-таки посмотрели пробелок, он тоже был повышен. Лечение поэтому направлено на удаление легкой цепи, а следовательно на элиминацию патологического клона патологических клеток. Традиционная схема неофалан-порнизолон, высокодозная, но они, во-первых, медленно действующая схема неофалан-дексаметазон, нужно время, а у пациентов такого времени нет. Вот второго нашего пациента исходно 4-6 месяцев ожидаемой продолжительной жизни. И вот эта схема, мы не имели времени справиться с его болезнью. Но в настоящее время вся революция в лечении плазмоклеточной дискрозии связана с появлением быстродействующих препаратов, такие как бортозомиб, что было применено у нашего пациента. И, видимо, это было фактом того, что пациент остался бы, во всяком случае, на той же стадии сердечной недостаточности, какой он был исходным. И это очень важно. Сейчас это уже не стало такой фатальной проблемой первичной молодости. Мы лечим. Мне это, конечно, будет авантюрно сказать, что мы излечиваем эту проблему, но очень многих лечим. Хотя вот у этого пациента второго с таким тяжелым поражением миокарда велик шанс того, что мы справимся с вызовом гематологическую ремиссию, а сердечное недостаточность в какой-то форме все равно останется. Вот этот риск, конечно, у него велик. Ну и в качестве заключения хочу в целом обратить на проблему моноклональной гаммопатии неясного значения. А теперь уже новый термопоявился моноклональной гаммопатии с поражением внутренних органов. И вот те классические формы плотно-клещных диспразий, как миелон, макро-глубленомия и вольного штрема, они дали редкие 5% всего случая. Все остальное 95% это моноклональная гаммопатия олигосекреторная. Их частота, обратите внимание, 3% у лиц старше 50 лет, 5% у лиц старше 70 лет. Это объем язвенной болезни, бронхиальной астмы, рематоидного артита. Это высоко, риск амилома. Это болезнь депозиций легких цепей. И вот в этом случае это большая проблема нейтрологическая, большая проблема кардиологическая и неврологическая. Если мы ведем в качестве скрининга метод определения свободных легких цепей в широкой терапевтической практике, так уже сделано в США, то мы поймем реальный объем этой проблемы в разных сферах. Спасибо. Послан Велик Юрьевич, вот не удержусь все-таки, спрошу и вначале прокомментирую еще раз разницу в клинической картине первой пациентки и второго пациента. Помните, у первого уровень белка 88, а у второго даже гипопротеиномия. И вот это часто может вести в заблуждение наших коллег, поскольку мы всегда ищем при миеломной болезни и даже при моноклональной гаммахпатии тенденцию по крайней мере к гиперпарапротеиномии. Вот скажите, пожалуйста, вы об этом уже тут обозначили, но все-таки если кратко, почему у первого пациента, имеющего миеломную болезнь, и в головах у наших коллег это действительно драматическое заболевание. Достаточно легче поддающаяся терапия и с лучшим прогнозом клинической картины, чем у второй пациентки, наоборот, пациента, у которого мы имеем дело с моноклональной гаммахпатией, без гиперпарапротеиномии. почему такая без гиперпарапротеиномии, почему такая разница получается? Быстрый эффект в отношении плана крествующей дискоразии, стабилизации, ведь еще идет, что это токсичность самих легких цепей, во многом определяет клинические проявления. Мы можем еще не справиться полностью с болезнью, но убрав, снизив уровень легких цепей, органы начинают компенсироваться, вдруг исчезает нефротический синдром компенсироваться. имя действует здесь не на самую сердечную недостаточность, сколько на токсические проявления всех гелковых молекул, которые есть в организме. Да, возможности органа к адаптации зависят от баланса повреждающего фактора и его повреждения. То есть, токсический компонент получается имеет очень большое значение. Очень большое значение. И потом, сам клоун при маниилонной болезни лучше отвечает, он себя лучше проявил как злокачественный клоун. Хотя, с точки зрения рецидива, он может быть в отдаленной перспективе, если не удалось справиться, он более тяжел, конечно. Спасибо. Спасибо, Игорь Михайлович. И продолжим, собственно говоря. Там были вопросы? Да, есть вопросы. Простите. Нам вопросы Екатерина задает. Имеется ли наследственная фактор при амиловой дозе? В случае, если говорить об амиловой дозе, спасибо за вопрос. Это все-таки не наследственная ситуация. Сам отбор вот этого клона это приобретенная ситуация. потому что у самой клетки патематической всего 75 тысяч генов, чтобы выработать антитела. Ей этого недостаточно, чтобы в течение жизни обеспечивать иммунный ответ. И она мутирует. В процессе этих мутаций контроль может освобивать и формируется вот такой клон. А наследственная мутация, но это уже другие формы. Спасибо. Ну и продолжим, собственно говоря, представление этой части информации Евдокия Сергеевна Урнова. Она коснется более таких уже клинических аспектов диагностики данного заболевания миеломной болезни и терапии. Глубоко уважаемый Сергей Анатольевич, уважаемые коллеги, множественная миелома является второй по распространенности из всех гематологических новообразований. И преимущественно это болезнями пожилых пациентов. Моложе 40 лет всего 5-10% пациентов. Диагностика множественной миеломы основывается на выявлении в костном мозге клоны патологических плазматических клеток, которые вырабатывают патологические иммуноглубылины. Что мы можем увидеть по результатам эректа фореза белков в сыворотке или, как было уже сказано ранее, методом определения свободных легких цепей. Активная прориферация плазматических клеток в костном мозге приводит к разрушению костей, что проявляется диффузным остеопорозом, а также появлением очагов устойодеструкции, как представлено на этом слайде. Наряду с классической системой стадирования по дюрисальмон факторами прогноза при множественной миеломе является международная система стадирования, базирующаяся на определении концентрации бета-2 микроголокулина и аргумина, а также другие прогнозические факторы, такие как возраст и коморбидность, концентрация ЛДГ и уровня С-реактивного белка, уровня пролиферативного индекса опухолевых клеток и также в последнее время большое значение придают хромосомным аномалиям у этих пациентов, что позволило их стратифицировать на группы благоприятного, неблагоприятного и промежуточного прогноза в зависимости от выявления или не выявления тех или иных хромосомных операций. Примерно у 10 по некоторым данным у 20% пациентов с множественной нейломой выявляется АА-амилоидоз. На самом деле эта цифра может быть несколько даже больше, но, к сожалению, не всех больных с множественной у кого установлен диагноз множественной нейломы, их адекватно обследуют на амилоидоз. Если говорить про амилоидоз, то группой ученых из клиники МИЁ было также определено несколько групп риска в зависимости от распространенности процесса. И очень важная роль отводилась в данном случае поражению сердца. В зависимости от этих групп риска этим пациентам подходит или не подходит та или иная тактика терапии. Тактика терапии при множественной нейломе и амилоидозе сходна. И в настоящее время классической схемой является комбинация мифалан или герана с глюкокортикоидами или другими химиопрепаратами. Также с середины 90-х годов прошлого столетия широко используется высокодозная химиотерапия с последующей трансплантацией салтологичных стволов клеток крови. Но в последние десятилетия у нас в нашем арсенале появились новые препараты такие как бортозаник и полидамид его следующее поколение реплимид что позволило существенно улучшить результат общей безрецидивной выживаемости этих пациентов. Великобритания не точно это проводится в центре амилоидоза в лечении амилоидоза но на самом деле результаты очень дискутабельные в какой-то степени это увеличивает прогноз у некоторых больных в основном не с аэль-амилоидозом а у пациентов с аэль-амилоидозом прогноз все равно остается не очень хорошим потому что после трансплантации сердца высокая вероятность развития инфекционных осложнений потому что пациента находится не только на лечении основного заболевания но еще плюс они принимают статки которые показаны всем пациентам после трансплантации сердца кроме того болезнь прогрессирует и больные могут умирать от поражения других органов не только сердечных хотя в России или мелома или собственно говоря молоконная гомопатия она сохранится хотя в показаниях трансплантации наличие аэль-амилоидоза является относительным противопоказанием я знаю что в некоторых клиниках был опыт пересадки сердца когда мы эту пациентку также консультировали с кардиохирургами из Клифа они обсуждали этот вопрос однако слава богу терапия специализированная пошла спасибо ну и продолжаем нашу работу Великолепич уже в своей презентации упомянул страймрейт методику для диагностики амилоидоза нарушение по крайней мере функции расслабления реструктивный вариант кардиомиопатии а сейчас я хочу попросить Сергея Николаевича Харецкого рассказать о других современных методах эхокардиографической диагностики данной гипотологии спасибо Сергей Анатольевич у пациента с амилоидозом сердца при эхокардиографическом исследовании мы в первую очередь увидим признаки реструктивной кардиомиопатии которая приводит отложение белка амилоида вокруг аллогеновых волокон что ухудшает процесс расслабления и вызывает рестрикцию это проявляется при доптнерографии псевдонормализации реструкции что мы видим увеличение отношения пик и к больше двух за счет уменьшения предсердного вклада в наполнение левого желудочка также уменьшается время замедления раннего диастолического наполнения уменьшается время изоволюмического расслабления при реструктивной кардиомиопатии мы видим дилитацию при сердце гипертрофию левого желудочка нормальный или уменьшенный объем левого желудочка одними из значимых критериев амилоидоза является специфическое сочинение миокарда левого желудочка оно может по типу зернистости быть или по типу матового стекла также отложение амилоида в различных структурах сердца приводит к утолщению стен желудочков утолщению клапанного аппарата а также редко выявляемому очень специфичному признаку утолщения межпецерной перегородки кроме того мы можем увидеть накопление жидкости в перекат и левральных полостях дело в том что зернистость миокарда также может быть наблюдаться и при других состояниях таких как семейный гипертропический карди пакет что при традиционных методах диагностики представляет достаточно большие сложности появление метода серошкальной оценки деформации это уже следующее поколение после тканевого доктора оценки деформации миокарда при деформации оценивается смещение различных точек миокарда относительно друг друга что позволяет диагностировать сократимость продольных волокон циркулярных и радиальных в отличие от тканевой докторографии где мы можем только оценить базарь и таким образом при технологии спеклтрекинг мы видим значительное снижение продольной систолической деформации левого желудочка на базальном уровне относительно верхушки что достаточно специфично именно для милогноза что мы не увидим ни при гипотерапической коронепотере ни при гипотерапическом сердце то есть не только диастолическая а в дисфункции но и снижение систолической именно продольности в свое время скручивание так называемый твист твист оно берет на себя компенсационную функцию и увеличивается на ранних этапах компенсируя стопительные способности спасибо итак зернистость потолщение межпредсердной перегородки и нарушение еще систолической продольной деформации мы должны ну помимо респективных нарушений классических которые мы можем выявить обычной тканевой доплерографией спасибо Сергей Николаевич сейчас попрошу Ирину Сану Мершину представить тайны МРТ-диагности если мы при этом исключаем причину со стороны перикарда при МРТ такие же признаки то есть размер желудочков остается в норме диспропорционально увеличенные размеры предсердий относительно метральная трикоспидальная рекордитация и при исследовании с контрастированием с внутривенным контрастированием репаратами в долине в отсроченную фазу через 10-15 минут мы видим характерные характерные для эндомиокардиального фиброза контрастирование это контрастирование за счет как раз таки отложений в этом случае амилоида который приводит в свою очередь к утолщению стенок желудочков обоих желудочков и левую и правую может быть выявлено и к утолщению стенок предсердия и межпредсердной перегородки признаки дисфункции систолической с уменьшением фракции выброса мы не так может быть продольную составляющую можем вычленить но сказать что в целом систолическая функция снижена признаки диастолической дисфункции и при МРТ так как больше поле обзора можно также отметить и плевральный выпад помимо выпада в полости перикарда отметить наличие выпадов в полостях в полостях плевра при отсроченном контрастировании будут диффузно выявляться зоны контрастирования что вот еще важно повторюсь и у обоих наших пациентов сегодня представляемых для разбора также отмечалось контрастирование стенок предсердия причем первую пациентку мы видели дважды до лечения и после и это контрастирование оно сохранялось сохранялось контрастирование стенок предсердия и стенок желудочков реже трансмуральное накопление чаще Это контрастирование имеет субэндокардиальные линейные зоны, субэпикардиальные или диффузное контрастирование. Причем есть работы, которые подтверждают полную морфологическую корреляцию, то есть доказанное в соответствии с непосредственным отложением депозитов амилоида, а субэндокардиальное контрастирование можно объяснить поражением микроциркуляторного русла. Одна из современных методик МРТ, которую хотелось упомянуть, это бесконтрастное исследование, Т1 мэппинг. Изменяя специфические параметры, время Т1 в миллисекундах, можно построить карту, так называемый мэппинг, провести Т1, и на слайде видно желтым цветом в стенке левого желудочка, показаны участки, соответствующие отложению аминута. Спасибо, Елена Александровна. Коллеги, обратите внимание, Елена Александровна тоже подчеркнула, что у пациентов есть нарушение функции сокращения систолической функции. И так получается, что при сохраненной фракции выброса, при совершенно очевидных признаках диастолической дисфункции, и вроде бы понятной диастолической сердечной недостаточности, мы должны иметь в виду еще нарушение систолической функции. Тут, в общем, конечно, вопросов очень много, и это тема, которая гораздо шире, чем возможности временные в рамках нашей сегодняшней демонстрации. Надеюсь, мы в будущем их отдельно обсудим. А, Елена Александровна, все-таки я вас помучаю. Вот чтобы вы, скажем так, совершенно однозначно обозначили ключевой критерий диагностики амилоидного поражения сердца в полустройстве при МРТ-исследовании. Ну, это совокупность нескольких признаков. То есть характерные черты для рестриктивной кардиомиопатии, концентрическая гипертрофия миокарда левого желудочка, в первую очередь мы смотрим на левый желудочек, и отсроченное контрастирование препарата мгодолиния. Диффузное, не характерное для постошимического контрастирования, для наличия фиброза постошимической природы, не характерное для поствоспалительных изменений, которые мы видим при миокардите. А при поствоспалительных или госпалительных? Ну, воспалительных, вот то, что при миокардите мы в прошлый раз обсуждали. Причем здесь есть такой нюанс при проведении исследования, подбор вот этого времени специфичного, которое нужно, времени инверсии для подавления сигнала от миокарда, при милой дозе крайне затруднен. То есть фактически мы, введя контраст и подождав 5-10 минут, подбирая вот это время инверсии для корректного проведения исследования, уже можем сказать, что мы думаем об амилой дозе, когда нам сложно добиться этого контраста между сигналом от миокарда и сигналом от крови в полостях желудочка и предсердия, потому что, наверное, это сроднился этому синдрому. А еще на минус свечения приехал кардиографию. Спасибо. У нас есть реплика, да, от Валентина, вероятно. Профессор с местом МРТ, один из важнейших методов диагностики милой дозы сердца сегодня. И Валентина задает вопрос. Здравствуйте. Вопрос по первой презентации. Каков механизм снижения гемоглобина у пациентки? Ну, наверное, тогда Валентина, вероятно, вероятно, вероятно. Первый пациент, когда страдающий множественной милой, в первую очередь, это подавление ростков нормального кровотворения за счет пролиферации опухолевых плазматических клеток. Как правило, имеется нормохромная анемия. То есть путем подавления? Путем, да, вытеснения нормального кровотворения. Спасибо. И, Валентина Евгеньевич, вам отдельное спасибо за все это участие в работе нашего синдрома клинического разбора. Роман Петрович, пожалуйста. Я хотел бы попросить вас ответить тоже вопросы терапии и сердечной недостаточности у данных пациентов с милой дозой. Они достаточно проблематичны, потому что, на самом деле, у врача-кардиолога, который сталкивается с сердечной достаточностью, развившейся на фоне амилоидоза, практически нет препаратов, которые можно применять, и он очень ограничен. Ограничен только диуретиками. Да, есть назначение, иногда назначают НГВ, ТРАПФ, бета-блокаторы, но назначение этих препаратов сопряжено с услугами низком развития гипотонии и ухудшением прогнозов у данных пациентов. Кроме того, нельзя забывать о том, что при амилоидозе идет поражение вегетативной нервной системы, развитие ортостатической гипотензии, поэтому бета-блокаторы тоже противопоказаны у данных пациентов. Происходит облитерация амилоидов рецепторов, поэтому они порой бывают даже неэффективны. Что касается антагонистов кальция, они противопоказаны у данных пациентов, как и дигоксин, потому что дигоксин очень часто вызывает нарушение ритма из-за того, что амилоидные структуры отробны к этому препарату, и часто опасные желудочковые нарушения ритма и проводимости сопутствуют данным пациентам. Если говорить о трансплантации сердца, мы уже упомянули, еще раз могу сказать, что вопросы неоднозначны. И интересный слайд есть, мы заготовили, это по влиянию легких цепей на гемодинамику. Уже рассказывали о том, что легкие цепи обладают очень высокой тактичностью, и что мы увидели в первом случае, у пациентки вроде бы толщина стены, наличие амилоида. Гемодинамические показатели оставались в тех же параметрах, как и были при поступлении, однако пациентка отмечала улучшение состояния, в том числе и по сердечной недостаточности. Как раз вот эти исследования были продемонстрированы в инвитро, где легкие цепи обладали высокой токсичностью. В эксперименте, наверное. Да, в эксперименте, на мышах. Ну, мыши не были в проверке. Спасибо, Роман Петрович. Да, и, наверное, получается, коллеги, мы уже об этом как-то так упомянули, что речь идет не только об инфильтративном варианте кардомиепатии, но и токсическом варианте, да, получается, смешанном такой. И это мы должны всегда иметь в виду. Верен Викторович, я хотел вас уточнить. Вот вы уже упомянули о возможности синдрома Баддекиария в первом пациенте, учитывая выраженный ассит, вы заподозрили тромбоз печеночных лет. И потом в отношении второго пациента говорили, что там очень высока вероятность тромботических осложнений. Во-первых, это к вам вопрос, почему это происходит. Второй вопрос к Сан Саняне, к Роману Петровичу, к другим коллегам, а у нас антитромботическая терапия была предусмотрена у этих пациентов? Тромбоз у этих пациентов, в основном, по-моему, смешанного генеза. С одной стороны, тяжелый нефротический синдром, когда преимущественно антикоагулянтная система крови теряется с мочой, и поэтому возникает риск тромбоза. Ну, здесь-то мы не видим. Ну, в данном случае этого не было, да. Тяжелая полиорганная недостаточность, приводит компенсации, и первосердечная недостаточность в силу гемодинамических эффектов, загономерно называется тромбоз. Но при амилодозе всегда бывает довольно противоречивый взгляд. С другой стороны, таким специфичным симптомом амилодозы является периорбитальная геморрагия. То есть от того, что амилод поражает сосуды, и они становятся хрупкими, возникает геморрагия. Более того, описано, что легкие цепи иммуноглобулинов могут блокировать будущие антителами хотя бы частичные свои функции, эти теми, могут блокировать факторы коагуляции и могут вызывать, в частности, дефицит десятого фактора, дефицит восьмого фактора. Но, сомненно, в гемоцентре есть больной, дефицитом двенадцатого фактора, а, по сути дела, гемофилия развивалась у пациента. То есть есть либо гипокоагуляция, либо гипертроабуляция? Гипокоагуляция. С другой стороны, у пациентов есть тромбоцитоз, такая традиционная, в нашей клинике работа была, что вроде должна быть склонность к тромбозам, но у этих пациентов тромбоциты блокированы легкими цепями, и они не могут реализовать свою тромбоцитную функцию. То есть, Ирина Сергеевна, нужны здесь антикоагулянтные терапии, препараты какие-то для этих пациентов? Нужно однозначно, но это подбирать нужно все очень аккуратно для каждого пациента индивидуально. Что надо сделать, чтобы понять? Вдруг у того пациента, наоборот, гипокоагуляционное состояние крови, и наша терапия только усугубит риски кровотечения? Нужна основа цена клинических и лабораторных данных, то есть мы исходно оцениваем параметры гемостазы конкретных пациентов. Какие конкретные? АЧТВ, агрегацию тромбоцитов. АЧТВ это общепринятые методы, безусловно, агрегация тромбоцитов только от земной клиники его делают. ПТИ это делают все. МНО? В меньше степени. Соответственно, это понятно. МНО и ПТИО. Но все-таки мы сейчас на МНО основном пришли. У нас вот сейчас активно используется тромбоэластография, также многое методы исследования гемостаза, методы тромбодинамики, тест генерации тромбовины, мы ведем сейчас такие исследования у больных с мышечными илогами. Но в любом случае мы должны знать, что если предполагается химиотерапия, особенно глюкокурно-птикоид, содержащая химиотерапию, то какая-то профилактика тромбозов проводится даже. Нет, не наших пациентов. Мы проводили их, Александр, вводили. Хорошо. Вот наши коллеги не назначали антикоголя? Нет, у нас в отделении не назначено. Было. Да, и в дальнейшем, когда первая пациентка в Ботовской больнице находилась, там тоже она шла все время на антикоголя. У нас были формальные критерии по назначению? Формальные критерии? У нас были нормальные показатели всей коглограммы, что мы отражали в презентации. И в принципе, только основываясь на вот тех данных теоретических и, так скажем, литературных и патогенетических, мы могли предположить эти процессы и назначали в связи с этим антикоголярной терапией. И вот все-таки, скажите, а почему почки были не так поражены у наших пациентов? Потому что, вот я вспоминаю там 80-е годы, больные с миеломными, миеломные болезни, тогда еще моноклонарный гамма-копотеек мы не знали ничего. Это пациенты с тяжелой почвой недостаточной и мощным тяжелым болевым синдромом поражения костей и так далее. Мы не видели поражение в сердце, потому что не умеют еще понимать его. Вот почему сейчас мы этого не видим? У них такие запущенные? Ну, это вот тропность к тем или иным органам, это вообще и нигма в проблеме амилоидогенеза, пытаясь связаться с тем или иным изотипом легкой цепи. Четкой закономерности не получили. Но, как правило, все-таки почки поражены. Ну, вот не 100%, но 95%. Ну, и вот надо обращать, конечно, на концентрацию БТО-2 микроглогулина, как такого очень убедительного гагностического маркера, да? С точки зрения миелома, видимо. Да, когда поражены почки, концентрация БТО-2 микроглогулина не отражает активность процесса, поскольку почки адекватно не выводят. Можно еще? Маленький комментарий, вопрос для коллег, наверное. Скажите, пожалуйста, вдогон к вашему о 80-х годах воспоминанию, можем ли мы сейчас на современном этапе, учитывая вот такую возросшуюся возможность диагностики, ожидать рост диагнозов, рост скажем так, как такого количества больных? И это первый вопрос, потому что он касается терапевтов, кардиологов, мифологов. Вы имеете в виду логопонатологии геомпатии или а-ли-амилоидоза? И то, и другое, потому что, судя по всему, будут расти возможности диагностики все больше и больше, и мы будем таких пациентов видеть больше. Это то соотношение, которое Беремич показывал, а-ли-амилоидоза? И второй вопрос, учитывая токсичность ЛЦП, можно ли использовать у таких пациентов немедикаментозные, например, сорбционные какие-то методы, эфирентные, да, методы лечения для их облегчения состояния или перевода их в более, ну скажем так, в более эффективную медикаментозную терапию с меньшим сроком для этого времени? Создание условий для медикаментозных терапевтов. Ну, определились. Если попозьтесь, я отвечу. Вот при миоме там очень много моноклонного белка, безусловно, там ниша для ассорбционных методов, она очень велика. При а-ли-амилоидозе первичном белок почти неопределяемый. И с другой стороны, тяжелое поражение органов очень лимитирует вот эти плазмы ФРС, вот эти процедуры. Конечно, если нужно, но это как-то надо обосновывать дополнительно эти методы. Вот, и с другой стороны, вот рост, безусловно, будет очень большой. Наши клиники, мы уже вели как с клинингом метод, в очень-очень, в нефрологическом отделении, и в целом, стараемся активно смотреть. И еженедельно мы находим новые случаи, мы планируем галактику. Дмитрий Сергеевна, добавить что-нибудь? Полностью согласен. Да, ну, я хочу добавить. Обратился к кардиографистам в плане повышения диагностики выявления амилоидоза. Все-таки практически большинство пациентов того или иного профиля входит через их кардиографию. Таким образом, при гипертрофии неясного генеза не связано с гипертоническим сердцем, с семейной гипертрофической кардиографией и клапанным пороком сердца, следует доправлять на дообследование в плане болезни накопления. И наиболее типичный представитель этой амилоидоза. То есть, позвольте, я буквально одно слово. Вот действительно типичный представитель болезни накопления. Вот есть тенденция в практическом здравоохранении по зернистости ставить диагноз амилоидоза. Вот это часто бывает путь ошибки. Это очень важный метод, как написали в комментариях, чтобы и МРТ, и их кардиография, чтобы заподозрить. Но все-таки были работы амфологические, показывающие, что зернистость связана не столько с амилоидом, сколько с амокализацией кардиомиоцита с фиброзом. То есть, это не прямой метод. Тем не менее, критерием является амфологическая диагностика. Заподозрить необыкновенные эффективные методы, а поставить диагноз амфологический. Еще один очень важный формальный момент. Мы все время говорим о амилоидозе сегодня, премиеломной болезни и АЛ-милоидозе. Когда мы смотрим классификацию, мы видим классификацию АЛ-милоидоз, АА на амилоидоз и так далее. А где там амилоидоз премиеломной болезни? АЛ-милоидоз. То есть, все-таки, это вариант АЛ-милоидоза? Мы добавляем ассоциированный с амилоидозой, потому что вторичный, значит, пишет вторичный анодоз премиеломи и сразу возникает несколько АА амилоидозе, и сразу отсутствует метод лечения. То есть, я очень надеюсь, что наши коллеги, которые смотрят нас в интернете, очень ловили этот нюанс, специальным образом, который хотел подчеркнуть. Но, к сожалению, время нашего эфира заканчивается. Я хочу поблагодарить, во-первых, всех участников этого процесса, я хочу поблагодарить коллег, которые подготовили презентацию, которые доложили. Большое спасибо, Дарья Исламовна, Татьяна Олеговна, и тех коллег, которые задавали нам вопросы. Те, кто не успел этого сделать, пожалуйста, вы можете это потом на сайте первого ядинского телевизионного канала сделать. Мы готовы к продолжению нашего сотрудничества. Благодарю всех за участие.